Лесопарк Лебяжье 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 У нас есть другие редкие виды. Некоторые из этих видов охраняются, включены в Красную Книгу Республики Татарстан. Их, по-моему, 22, если не ошибаюсь, вида лишайников. Вообще довольно разнообразная группа. Лишайник и вернее сливовая уже давно используются в создании разнообразных ароматов. Как отмечают профессиональные парфюмеры, такие духи долго держат приятный запах. В ходе исследования ученых также обнаружили, что пармелия борозчатая очень чувствительна к выбросам азота. Это означает, что состояние экологии в регионе благополучное. Как отмечают исследователи, наличие таких видов лишайников не говорит о том, что их можно использовать для производства парфюмерии. Ведь на территории лесопарка Лебяжье запрещено любое губительное обращение с флорой и фауной лесопарка. Лишайники – это уникальные организмы. Это организмы, которые сочетают в себе два компонента. Это грибы и это водоросли, которые живут в очень тесной взаимосвязи между собой. И это такие микроэкосистемы. Лишайники населяют совершенно разные места обитания. Это могут быть пустыни, степи, это могут быть тундры, где лишайники вообще формируют целые экосистемы. В нашей полосе лишайники растут на стволах деревьев, на почве, на камнях, если такие встречаются. Их роль в наших природных экосистемах может быть не столь значима, как в пустынях или в тундрах. Но, тем не менее, это так называемые автотрофные организмы, то есть организмы, которые синтезируют органическое вещество на подобие растений. На территории лесопарка обитает множество видов растений и животных. Правительство Республики Татарстан особое внимание уделяет вопросу сохранения природы, экологии региона. Бережное отношение и состояние лесопарка говорит о благополучном экологическом состоянии на всей его территории. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Ильшат Хусаянов. Универновости.